Работа над ошибками. Масштабная программа по ремонту тепловых сетей стартует в Казахстане со следующего года. Об этом объявили на заседании правительства, прошедшем в Астане. После крупных аварий в Ридере и Кибастузе в стране проводится обширная ревизия состояния энергетических объектов и теплосетей. В зоне наибольшего риска аварий оказались почти два десятка ТЭЦ. Как будет исправляться эта ситуация, обсуждал Кабинет министров и регионы. С приходом зимних холодов наступил и момент истины. Вскрывшиеся недостатки в деятельности городских теплоцентрали Кибастуза и Ридера положили начало масштабным проверкам состояния коммунальных объектов во всех регионах страны. Еще недавно в ходе осенних совещаний области докладывали о полной готовности к отопительному сезону, напомнил участникам заседания премьер-министр. Однако реальность оказалась очень далека от этих слов, констатировал Алихан Смаилов. На сегодня обследовано техсостояние порядка 40 ТЭЦ. Половина из них в красной зоне, еще 10 в желтой. Понятно, аварии возникали всегда. У нас достаточно суровые зимы, но не в таком количестве и не в таких масштабах. Вы посмотрите на число жалоб людей в прессе и в социальных сетях. Их тысяча по всем регионам. Эта проблема накапливалась годами. За два месяца допущены две крупные аварии на энергоисточниках и теплосетях. Пострадали люди. В то же время снижение стабильности теплоснабжения наблюдалось в Усть-Каменогорске и Рудном, Тимиртау, Семее, Актау и Павлодаре. Нужно принять самые активные меры по стабилизации систем теплоснабжения и других инженерных сетей. В Казахстане к следующему отопительному сезону отремонтируют самые аварийные ТЭЦ. На это потребуется 182 миллиарда тенге, сообщило Министерство энергетики. Капитальные работы запланированы на почти 100 котлах и 53 турбинах. В следующем году будет и частичный ремонт тепловых сетей. Сейчас, по данным Минэнерго, из 12 тысяч километров сетей по всей стране требуется восстановление половины общей протяжённости. Со следующего года начнётся масштабная программа по ремонту сетей теплоснабжения. Заменены будут в первую очередь тепловые сети с износом свыше 70%. Это 1600 километров. Вторым этапом станет обновление уже почти 4000 километров сетей. Это большая работа и огромные капиталовложения. Средний срок эксплуатации энергообъектов по республике превышает 60 лет, сообщили на заседании. Помимо износа оборудования, выявляется нехватка кадров и технологические нарушения. Республиканская проверка будет продолжена. Пока же регионы, попадающие в первую очередь по ремонту сетей, должны вплотную заняться разработкой необходимой документации. Кроме того, в течение двух недель всем областям поручено подготовить предложение по усилению государственного энергетического контроля. Дина Буранбаева, Жасулан Шинкенжи, телеканал ЖТСУ. Музыка без границ. Во Дворце культуры имени Ильяса Женцугурова прошел второй республиканский конкурс «Сайгулык», посвященный творчеству композитора Муратхана Егинбаева. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Для участников творческого состязания этот конкурс своего рода экзамен на профессионализм. А потому каждый участник отнесся к его подготовке с большой ответственностью. Об этом свидетельствуют яркие национальные костюмы и не менее запоминающиеся выступления конкурсантов. Порадовал музыкальными номерами зрители и жюри, и народный оркестр. А удачи и побед в творческом состязании всем участникам пожелал Акимова Сижетысук Бибет Исабаев. Творчество Муратхана Егинбаева имеет огромное значение для воспитанников многих поколений музыкантов и певцов. Проникновенное исполнение вокальных произведений, умение донести до слушателя смысл песни требует особого таланта. Муратхан Егинбаев является одним из тех мастеров, который смог это осуществить. Думаю, участники конкурса получили очередной заряд энергии, вдохновления и стимул к новым творческим достижениям. Желаем Муратхануага крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия. В течение двух дней талантливые конкурсанты исполняли произведения композитора. Каждая из них завораживала своим неповторимым музыкальным колоритом, мелодичностью и ритмом. Выступления участников оценивали члены жюри, в состав которого вошёл и председатель Союза композиторов Казахстана Сергжан Абдинуров. Этот конкурс проходит уже в республиканском масштабе второй раз. И Союз композиторов очень специально приехал поздравить. А также мы приняли участие в работе в жюри. Вот вчера, сегодня проходил конкурс на очень высоком уровне и профессиональном, и организационном. Муратхан Игинбаев Ага действительно он внёс и вносит большой вклад в деле развития музыкальной культуры страны, края. Его песни очень популярны в народе. Я сам лично ещё со школьных лет знаю его песни, его песни звучали, и всегда они принимались народом очень радушно. Стоит отметить, имя Муратхана Игинбаева широко известно казахстанской публике, благодаря его знаменитым песням. На сегодняшний день более ста произведений талантливого автора нашли своих слушателей. Многие его работы вошли в репертуар известных отечественных звёзд казахстанской эстрады. Также его песни звучат и в документальных фильмах киностудии «Казахфильм». А более ста из них вошли в Золотой фонд казахского радио. Сегодня у нас состоялся второй конкурс. Я думаю, всё прошло очень хорошо. Приехали великие певцы из разных уголков Казахстана. Я мечтаю о том, чтобы молодое поколение знало наизусть наши песни, чтобы пропагандировали их широкие массы. Это стало бы величайшим счастьем для меня. Гала-концерт завершился торжественным награждением победителей конкурса. Одной из обладательниц Гран-при стала Майра Даулятпах из города Астаны. Как оказалось, это не совсем обычная участница. Победительница конкурса является профессором, заведующей кафедрой искусства эстрады, Казахского национального университета искусств, а также награждена почётным знаком Мадинет Хараткира. К тому же Майра Даулятпах – наставница легендарного певца, прославившего Казахстана на весь мир, Димаша Ахдайбергена. И именно она сыграла большую роль в становлении молодого таланта и его подготовке к различным конкурсам. Очень счастливо. Сегодня прошёл второй республиканский конкурс вокалистов имени Муратхана Егенбаева. По положению мы должны были исполнить все три песни. На заключительном гала-концерте уважаемая жюри выбрала песню «Сихр Ласад», которую, я думаю, исполнила достойно. И хочу выразить огромную благодарность членам жюри за то, что они оценили моё выступление. Стоит отметить, всем победителям конкурса были вручены денежные премии. Не остались без поощрения и остальные участники. Они также были отмечены призами, ценными подарками и благодарственными письмами. За укрепление единства. В области ЖТСУ прошёл традиционный форум Ассамблеи народа Казахстана, посвящённый Дню Независимости. В рамках мероприятия состоялось награждение активистов Института дружбы и других граждан региона, которые вносят свою лепту в развитие родного края и укрепление межэтнического согласия. В концертном зале областной филармонии в этот день было весьма многолюдно. Здесь встретились представители этнокультурных объединений и различных учреждений со всех уголков Край ЖТСУ. Собравшиеся почти лим минутой молчания память героев, предков, отдавших свои жизни за свободу и независимость народа. Как отметили участники форума, ещё на заре независимости, в основу своего развития, Казахстан заложил единство всего народа, которое строится на равноправии, дружбе и согласии. Сегодня мы собрались впервые в нашей ЖТСУ, проведя такое масштабное мероприятие, посвященное нашему единству, консолидации нашего Казахстана. Мы идём все по строению нового Казахстана. И вот такие мероприятия, проведённые здесь, показывают то, что действительно в нашем Казахстане царит единство, показывают дружбу народа, что мы готовы строить новый Казахстан. В рамках форума состоялось награждение активистов Ассамблеи народа Казахстана, членов этнокультурных центров, руководителей национальных ансамблей и представителей различных структур, которые вносят свою лепту в развитие региона и укрепление единства нашего народа. Им были вручены медали Алгыс и Берлик, почётные грамоты президента, а также грамоты и благодарственные письма от руководства области ЖТСУ. Всего различными наградами отмечены около 70 жителей края. Для меня это очень особенный, важный день. Я принял участие в форуме и был награждён нагрудным знаком от Ассамблеи народа Казахстана. Я очень рад. Вот уже более 20 лет я являюсь руководителем народного ансамбля, который имеет более полувековую историю. А потому я считаю, что эта награда не только моя заслуга, но и всего нашего коллектива. Мы – граждане Казахстана всех национальностей, едины, живём в мире и согласии. И мы должны работать сплочённо, чтобы и дальше развивать наше государство. Я очень рада, что получила награду от президента. Это почётная грамота, оценка нашего труда. И не только моего, но и всего Совета матерей нашего района и области в целом. Я считаю, что мы делаем очень важное дело. Мы вносим лепту в воспитание подрастающего поколения. На данный момент у нас заключён меморандум с управлением образования. И теперь мы сотрудничаем со всеми школами региона. На будущее у нас очень много планов. И это всё делается для того, чтобы вырастить достойное поколение. Единство и согласие – наше главное богатство. Бесценное достояние отметили участники встречи. А музыкальные коллективы региона продемонстрировали разнообразие культур нашей страны, исполнив со сцены песни и национальные танцы. Порадовали собравшихся своими зажигательными композициями и танцоры широко известного коллектива «Горец». Сегодня Ассамблея народа Казахстана – это хранитель мира и единства в нашей стране, надёжный, прочный фундамент стабильности и общественного согласия. Прошедший форум, объединивший представителей разных этносов, стал ещё одним тому подтверждением. С высоты птичьего полёта представители Департамента чрезвычайных ситуаций области ЖТСУ провели мониторинг морёных озёр, ледникового происхождения и лавиноопасных территорий. В вертолётном облёте приняли участие заместитель Акима региона Алибек Жаканбаев и специалисты КАС Селезащиты. На сегодняшний день толщина снежного покрова в горных районах области варьируется от 70 до 150 сантиметров. В ходе аэровизуального обследования территории угрозы схода лавин не наблюдается. Гидрологические условия в горном хребте ЖТСУ «Алатау» стабильны. Морёные озёра в настоящее время перешли в зимний режим. Стоит отметить, в окрестностях ЖТСУ насчитывается свыше 60 лавиноопасных территорий и более 400 ледниковых озёр. В связи с тем, что в горной местности в настоящее время сохраняется лавиноопасность, просим всех жителей и гостей ЖТСУ соблюдать меры безопасности нахождения в горах. То есть не выходить в крутые склоны, а также не оставлять без внимания СМС-оповещение ДЧС ЖТСУ, который приходит на 112. Двадцатилетие отмечает оркестр воинской части 21-751 Талдыкурганского военного гарнизона. В честь юбилейной даты во Дворце культуры имени Ильяса Жан-Сугурова состоялось торжественное мероприятие, где чествовали творческий коллектив. На юбилейном концерте побывала и наша съёмочная группа. В эти дни Духовой оркестр воинской части 21-751 Талдыкурганского гарнизона отмечает 20-летие своего образования. Военный музыкальный коллектив был создан ещё в нулевых, а уже в 2005 году его составу было присвоено звание «Народный коллектив». Сегодня оркестр является ведущим творческим составом и украшением многих торжественных мероприятий города. Как только пришёл приказ с Министерства о создании оркестра, мы приступили к делу. Было нелегко. Начали набирать сотрудников в штат. Постепенно оркестр стал расти. Также у нас появился свой репертуар. Хочу отметить, что руководство в воинской части уделяло огромное внимание созданию и становлению оркестра. На сегодняшний день репертуар творческого коллектива включает в себя самые разнообразные музыкальные произведения. Оркестр исполняет не только популярные в настоящее время песни, но и музыку другого времени, другой эпохи. Стоит подчеркнуть, музыканты выступают вживую и никогда не используют фонограмму. В оркестре выступает 17 человек. В копилке нашего творческого коллектива очень много достижений. Наши музыканты принимают участие в областных и республиканских творческих конкурсах, где занимают призовые места. Они выступают на парадах и всегда показывают высокий результат. Самое главное событие, о котором с гордостью вспоминают военные оркестранты, это участие в масштабном музыкальном фестивале, где отбирали наиболее интересные коллективы из всех воинских частей страны. Тогда духовой оркестр Талткурганского гарнизона занял первое место и был признан лучшим среди всех участников. В завершении творческого вечера на сцене чествовали ветеранов, стоявших у истоков создания оркестра. Им были вручены благодарственные письма и ценные подарки. Эльвира Ликерова, Адиман Урлан Казах, Абит Кабдрахман, телеканал ЖТСУ. Законодатели США считают ТикТок угрозой национальной безопасности. В стране беспокоятся о развитии молодого поколения, поскольку подростки начинают формировать свои ценности убеждения, просматривая видео в социальных сетях. Дипфейк или дезинформация, распространяемая в ТикТок, может негативно повлиять на психологию молодежи, заявляют эксперты. Это грозит стать привычкой, а в зрелом возрасте намного сложнее избавиться от приобретенных негативных навыков, заявляют эксперты. Художница из Казахстана посвятила свое произведение трагедии в сеульском районе Итывон. Картину под названием «Красная луна Сеула» Галия Макашева представила на выставке в столице Южной Кореи. Ее Галия нарисовала в ночь на 29 октября, когда произошла давка. В это время художница находилась в Сеуле. Страшные события произвели сильное впечатление на девушку. Галия Макашева привезла с собой и другие работы, они посвящены природе Казахстана. Свои картины в Сеуле представили также художницы Виктория и Светлана Цой. Выставку «Сила в единстве» приурочили к Дню независимости нашей республики. Молодая смена. В селе Жамбл, как с узкого района, открыт зал для борьбы. Новый спортивный объект полностью оборудован силами местных жителей. Здесь будут заниматься молодые подающие надежды спортсмены. Эта небольшая школьная пристройка когда-то была излюбленным местом встречи молодежи. В 1992 году здесь был открыт клуб, но последние 8 лет здание пустовало. В этом году сельчане решили восстановить заброшенную пристройку и открыть здесь спортивный зал. Своими силами местные жители провели ремонт. Не остались в стороне и предприниматели. На торжественном открытии нового спортивного объекта Аким района поблагодарил меценатов за помощь. А старшее поколение благословило молодых спортсменов на большие победы. Сегодня у нас в селе Жамбыл большая радость. В этом году по инициативе местных жителей мы открываем зал для борьбы. Совместными усилиями мы привели в порядок здание. Покрасили, побелели. Хотим, чтобы здесь активно занималась спортом молодежь. Чтобы наше село стало родиной целой плеяды чемпионов. Лепту в открытие нового зала для борьбы внес уроженец села Асхат Усманов. Молодой человек с детства занимался спортом. Он с большим воодушевлением поддержал местных жителей в их начинании. И приобрел за свой счет весь необходимый инвентарь. Теперь в зале созданы все условия для полноценных тренировок. Площадка полностью покрыта татами. Расставлены гантели. Имеются канаты, штанги и оборудование для разминки. Мне позвонили жители села. Сказали, что хотят отремонтировать зал для борьбы. Я сам раньше занимался этим видом спорта. А вот Аму с радостью поддержал этот проект. Все необходимое для занятия я приобрел в Алматы и привез сюда. Все это мы делаем ради детей. Чтобы из нашего аула вышло много известных спортсменов. Надеюсь, что наши тренеры воспитают новых олимпийских чемпионов. Для проведения занятий в село были приглашены квалифицированные тренеры из районного центра. Сегодня спортзал посещает около 60 детей. Ребята с огромным интересом приходят на занятия и уже показывают неплохие результаты. В нашем селе жители открыли зал дзюдо. Мы очень рады этому. В будущем я хочу стать известным спортсменом. Местные тренеры нас всему обучают. Думаю, скоро мы сможем принимать участие в соревнованиях. И, конечно, будем стараться, чтобы добиться успехов и стать чемпионами. К слову, сегодня в селе Жамбыл проживает полторы тысячи жителей, которых весьма радуют такие изменения, как открытие нового зала для борьбы. По словам предпринимателя, поддержавшего инициативу сельчан, в будущем он намерен провести к спортивному объекту газовое отопление и сделать здесь капитальный ремонт. Надежда Белова, Шалкар Нурмухамбет, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. Таким был день сегодняшней глазами наших корреспондентов. До следующих встреч в эфире телеканала ЖТСУ. И только хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин